Равнение на флаг. Около стягов стран-победительниц почетный караул. Призером Паралимпиады – воинские почести. Слабовидящая горнолыжница Александра Францева в паре со своим гидом Павлом Заботиным приносит России уже вторую медаль. Была бронзовая, теперь серебряная. Мы сейчас творители истории, потому что в российском паралимпийском движении, и именно в горных лыжах среди женщин слабовидящих, да и среди мужчин слабовидящих, еще не было медалей. Это также мои первые медали в Олимпийских играх. Конечно, очень рад, счастлив, и эмоции зашкаливают, но с Сашей справляемся с эмоциями, потому что у нас еще впереди три старта. После медальной церемонии зрители не расходятся. Все знают, на лайв-сайте весь вечер будут выступления. На сцене поет финалистка детского Евровидения Василиса Матвеева, а внимание телекамеры привлекает к себе танцующую стены Игорь Тихенко. В прошлом профессиональный альпинист эти движения нигде специально не изучал. Это просто от души, сам для себя, для собственного настроения. На лайв-сайте приходит время хора «Новые имена». Гости из Оренбурга начинают с традиционных русских песен. Переходят на мировые рок-хиты. И заканчивают песни «Поп-короля». После каждого выступления устраивают получасовую паузу. Со сцены просто играет музыка. Это делают для того, чтобы смогли подготовиться следующие выступающие. Ну а зрители как раз могут прогуляться вдоль Мзынты. Здесь много гостей из самых разных регионов России. А такая набережная, положа руку на сердце, есть далеко не в каждом городе страны. Американская сборная тем временем устраивает свою маленькую вечеринку. А на сцену уже выходит главный гость этого дня. Название группы иностранцев знакомо – Айова. А вот с песнями белорусов они только знакомятся. На эту сцену уже выходили и певица Максим, и Ираклия Перцхалава, на очереди сайте Казанова и группа Иньянь. Такие концерты на лайв-сайте будут до самого закрытия Паралимпиады. Галина Моисеева, телекомпания МКТ.